До главного события в жизни выпускников осталось всего пары месяцев. Подготовить ребенка к выпускному вечеру. Задача не из легких. Представители Центра поддержки материнства «Мамина помощь» решили прийти на помощь родителям. Здравствуйте, в эфире ТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии руководитель Центра Ольга Кравченко. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Евгения. Ольга, ну тема у нас такая, немножечко ностальгическая. А вы свой выпускный вечер помните? Платье какое было, туфли, прическа. Однозначно помню, потому что в мое время, мне кажется, это так было давно, в мое время это была редкость купить какую-то вещь. И, как правило, девочкам шили эти платья. Естественно, да, конечно, помню. Помню, я была очень, очень отличалась от своих сверстников. А как мама готовилась к этому дню? Помните, вот как это платье шилось? Конечно, конечно, мы за полтора месяца уже начали ходить в определенное ателье, потому что ателье тогда тоже были, не каждый был, ну, вообще их было мало. Зато был, да, зато был эксклюзив, и платье однозначно отличалось от всех моих сверстниц. Ну, сейчас, конечно, тоже для девчонок, да и мальчишек это событие очень важное, выпускной вечер. Центр поддержки материнства объявил о старте акции. Мамы собирают выпускников на выпускной вечер. А как же быть с папами? Вы знаете, наш центр, он помогает в основном людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. И это, как правило, семьи, где мама воспитывает одна ребенка. В наше время это действительно очень сложно, особенно после периода пандемии. Ну, очень обращений много и по помощи, и так далее. И вот как никогда этот проект, он сейчас будет настолько правильным, нужным именно тем мамам в поддержку, которые воспитывают одни. Понятно, папы в той семье, где полноценная семья. Он не в стороне. Он не в стороне, конечно. Он, наоборот, я думаю, что проявит больше чуткости, внимания к девочке, к своей, да, там и к парню, неважно. Но вот у нас такая категория, и нам приходится помогать именно мамам-одиночкам. Ольга, я правильно понимаю, что этому проекту уже три года? Да, совершенно верно. А с чего все начиналось? Начиналось все с того, что появились какие-то проекты, связанные, ну, вообще в сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних, опекаемых семьях. И вот просто пришло время, запахло весной, и мы поняли, насколько это востребовано. И предложили Ольге Георгиевне Илью Маровой, она с удовольствием согласилась. Мы тут же нашли семьи. И там начался клубок событий, который до сих пор вот меня будоражит. И этот проект, конечно, сейчас будет иным по сравнению с первым годом. В прошлом году мы его не смогли реализовать, потому как была пандемия. И то, да, мы попытались хоть какие-то подарки сделать детям, но уже было не до платьев. А первый, да, наш, конечно, знаменательный, чудесные платья. Но еще раз повторюсь, что этот проект будет другим. Каким? Ну, скажу так. Во-первых, много вынесено, наверное, ну, не побоюсь этого слова, да, действительно ошибок, которые мы не допустили. Постарались в прошлом году, ну, вот в первом проекте, да. Но, тем не менее, они выявились сами собой. Потому что задумывать одно, а начать реализовывать. И реализовывать хочется на сто процентов. Чтобы девочка ушла очень довольная, счастлива и действительно пошла в том платье, которое мы ей предложили. Конечно, проработать пришлось очень много. Учтены и советы. И сейчас мы привлекаем уже медийных лиц к этому проекту. Потому что мы хотим даже, чтобы вот сами медийные лица показали своей чуткостью и желанием помочь именно той категории, тем девочкам, которой так не хватает уверенности в себе. Вот поверьте мне, это настолько уязвимая категория детей. Но в этом году мы решили брать девятые классы, потому что они уходят в училище. Они раньше начинают вот свой такой взрослый жизненный путь. И мы будем вот этих девочек и мальчиков в этом году. Потому что если мы в прошлом году мальчиков только подстригали и стрижку делали, то в этом году мы решили и мальчиков одеть, и девочек. И вот чтобы это было уже на более высоком уровне. На какую помощь участники проекта могут рассчитывать? Вы знаете, это... Ну, сейчас, естественно, все это в процессе. В целях проекта это, конечно, одеть, причесать, маникюр, бровки, оформление, какой-то, возможно, легкий макияж, туфельки, колготочки. То есть вот... Образ полностью. От и до, абсолютно, да. А современные тенденции в мире моды учитываются? Вот вы знаете, как раз, когда мы делали первый проект, это было так чудно. Когда приходили, некоторые девочки приходили, они видели себя принцессами. Да, я там хочу пышное платье. А некоторые, вот сейчас есть такое движение, насколько я понимаю, что они называются готы. Им нужны были черные, да, там черные чулки, черные вот такие каблучища. Ну, слава богу, у нас все это как-то вот получилось, что и то, и то, и то было. Да, будут и новые, конечно, обязательно. Это будет уже не то, что мы им навязываем, да, что мы им можем предложить, а то, что они хотят. То есть право выбора там однозначно есть. Абсолютно. Это так должно быть. По-другому не может быть. И чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, она должна уйти с тем чувством, что она выбрала. Возможно, мы где-то там, ну, предложим как-то по-мамски, по женской мудрости, да, вот, объясним, что, возможно, ей это лучше. Потому что, ну, как девочка, вот опять-таки вернемся, да, она видит себя в пышном платье. А когда она одевает, она маленько, может быть, неуклюжая и так далее. Предлагаем другой вариант, и она себя видит уже по-другому и соглашается. Посмотрим. Вот я говорю, моя цель, чтобы все дети ушли довольными, и именно в этом они пошли на выпускной бал. А вот как за этой помощью можно обратиться? Или есть какой-то перечень семей, с которым вы работаете? Ну, это будут семьи, несколько семей, это будут из организации. Я уже знаю свои семьи, я знаю, кому нужна такая необходимая эта помощь. Но акцент будет все-таки сделан. Мы, опять-таки, продолжаем сотрудничество с Ольгой Георгиевной Лемаровой, с Натальей Николаевной, Натальей Эммануиловной. То есть с составом комиссии по делам несовершеннолетних. И они нам предоставят, у нас уже, ну, проект уже начался, мы уже сейчас формируем списки. И это будет все-таки самая уязвимая категория этих деток. Я правильно понимаю, что выпускникам и их родителям это ничего не будет стоить? Абсолютно. Абсолютно. Только желание, только хорошее настроение, и то мы постараемся им это еще и создать. Ничего нет. И потом можно пару фоточек отправить, и вам будет приятно, что выпускник счастлив. Абсолютно. Конечно, конечно, конечно. Ну, вот следующий вопрос, он, казалось бы, очевидный. Но вдруг у нас сейчас в Ольгии Вите. Кого сложнее собрать на выпускной? Девочку или мальчика? Мальчики сейчас тоже непростые, привередливые. А я хотела сказать, мальчики. Мальчики, конечно. Мальчики, удивили. А вот знаете, вот я считаю, ну, мое женское вот такое, да, начало, я всегда обращаю внимание у мужчины на обувь. Это было с детства, мне всегда нравилось. Как в Москве слезам не верят. Вот правда, поверю, вот правда, правда. И мне всегда нравилось, какие мамы подбирают папе ботинки. И вот сейчас я это где-то вот там не производила. И я хочу, чтобы мальчишки были и туфельки модные, и брючки, чтобы вот не там, чтобы что-то досталось, да, там где-то на складе завалялось. Нет, вот сейчас там, я так понимаю, что суженые какие-то там модненькие. Но чтобы мальчики были тоже. И мальчиков сложнее. Они, во-первых, стесняются. Девчонки, они привыкли наряжаться. Конечно. И то у нас, я знаю, что уже будет две девочки, и они настолько вот замкнуты в социуме, и им настолько вот сложно себя почувствовать, как... Такие интроверты. Да. То есть мы будем, ну, я ответила на вопрос, это мальчишки, конечно. Так что, мальчишки, мы теперь про вас все узнаем. Оль, ну, вот предлагаю подытожить так достаточно широко, что сейчас еще в работе у Центра поддержки материнства «Мамина помощь». Потому что это только одна акция, да, мы поговорили сегодня, но дел-то на самом деле больше. Конечно. Я сейчас возглавила комиссию по защите детей, семей и семейных традиционных ценностей в Одинцовской городской общественной палате. И, конечно, дел-то особо не скажу, что прибавилось, но это настолько все взаимосвязано. И, конечно, сейчас мы готовимся к 9 мая. Вот накануне у нас праздника 22 апреля. Это все-таки 60 лет, как полетел наш Юрий Гагарин в космос. Проектов и планов столько, и я очень, сотый раз повторюсь, что я так благодарна жизни, что в моей судьбе есть люди, которые мне помогают. Приходят люди. Я их даже уже не призываю, как раньше я в постах своих писала, приходите, активисты и так далее. Они сами идут. Я благодарна вселенной жизни, что мне выпало заниматься этим, и я это делаю искренне, я это делаю от души, и каждым проектом я живу. Сил вам. Спасибо большое. Наверное, это лучший показатель, лучший результат вашей работы, который может быть. Спасибо большое. Это счастливые подопечные и люди, которые к вам сами тянутся. Ольга, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И успехов вам, и спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.